Звуки струн Из них состоит весь окружающий нас мир звуков Значит, если бы мы имели достаточно много чистых тонов, то могли бы сами составлять любые звучания? Да, эта идея и лежит в основе изобретения Евгения Александровича Мурзина Главная часть его аппарата для сочинения музыки — прозрачные диски Свет, проходя через них, попадает на блок фотоэлементов и превращается ими в звуковые колебания На всех дисках фотоспособом нанесено 576 дорожек чистых тонов Сейчас они звучат все вместе Но стоит перекрыть путь света от дисков к фотоэлементам стеклом с непрозрачной краской И сделать на нем несколько царапин, как начинает звучать комбинация из определенных чистых тонов Так можно создавать любые звучания, новую необыкновенную музыку Пользуясь кодирующим приспособлением, композитор Никольской переносит сейчас на стекло звучащее в его воображении мелодии Замечательные возможности таяться для композиторов в новом аппарате В честь великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина он назван Анс КОНЕЦ